Демилитаризация НАТО Мысли скорую помощь. Причем это же мы говорим не для того, чтобы обидеть просто человек в здравом уме, не станет публично хвалиться тем, чего нет. Ну все, все, они не могут, все, они не потянули. Вот их демилитаризировали. Ведь все же понимают, что в отличие от России, блок НАТО не несет даже какого-то минимального урона. За все время большой войны прилеты по военным объектам Североатлантического альянса были исключительно в мечтах пропагандистов. А мы долбанем в ответ. По местам соотношения заводов, поставляющих на территорию Украины оружие, по местам подготовки укронацистской сволочи в Германии, в Англии, надо в Америке, в Польше, в Румынии, в Словакии, во Франции, чтобы ни одна сволочь не могла спать спокойно. И будут у вас взрываться военные заводы, а вы будете наблюдать этот фейерверк и говорить, а что случилось? А вот по территории подконтрольной России прилетает, если не каждый день, то около того. Причем хваленое российское ПВО ничего не может сделать ни с ракетами, ни с беспилотниками. Это свежий привет одному из военных объектов в оккупированном Луганске. Как видите, для того, чтобы прорвать всю систему противовоздушной обороны, ядерный смех державы, достаточно всего нескольких крылатых ракет. И это же даже не гиперзвук, это обычные ракеты, но языком-то и гиперзвук легко. У нас есть уже система, которая даже перехватывает гиперзвук. А на деле весь мир смеется. Да и как не смеяться, если помимо ракет серьезной проблемой для России становятся даже не самые быстрые беспилотники. Беспилотники. Один из таких, например, буквально шокировал всем известного Дона. Беспилотники впервые атаковали Чечню. Независимые чеченские СМИ пишут, что около 7 утра прогремело два взрыва. Кадыров в последнее время вообще привык, что в Чечню прилетает исключительно халявное бабло из Москвы. А тут взрывы, пожар-то еще и где? Институт спецназа в Гудермесе. Это же гордость всего режима Дон. В числе прочего, это заведение готовит участников боевых действий в Украине. СМИ называют его одним из крупнейших вербовочных пунктов в России. Кроме того, там производят беспилотники. С февраля 2024 года университет спецназа в Гундермесе носит имя Владимира Путина. Кстати, именно сюда в свое время Рамзанчик приглашал учиться Илона Маска. Тебе надо подкачаться, чтобы из нежной Илоны стать брутальным Илоном. Предлагаю пройти подготовку в нескольких центрах в Чеченской Республике. Российский университет спецназа. Тут ты пройдешь огневую подготовку. И учить тебя будут чемпионы мира среди команд спецподразделений. Что ж, теперь, судя по всему, с подобным пиаром придется повременить. И не только из-за подгоревшей военной базы. И дело в том, что для ударных беспилотников в Чечне есть куда более жирная цель. И речь сейчас идет о нефтеперерабатывающем бизнесе Кадырова. В Чечне уже действует несколько нефтяных месторождений. В том числе Датыхский и Предгорненский нефтегазовые участки. Также нефть добывают на Родниково-Североханкальском и Южно-Суворовском участке. В республике работает несколько местных нефтедобывающих компаний. В том числе Грознефтегаз и Чеченнефтехимпром. Первая принадлежит госкорпорации «Роснефть», а вторая – самой Чечне. Именно НПЗ, вдобавок к дотациям из Москвы, позволяют Кадыровцам жить на широкую ногу. То есть это не Аллах в тумбочку бабки кладет. Вас о чем не спросишь? Откуда деньги? Вы говорите от Аллаха. А ты докажи, что ты Аллах. А совершенно очевидно, откуда они берутся. Но раз ударные дроны ВСУ теперь долетают до Чечни, то есть все же возможность чуток подкорректировать доходы Рамзанчика. С учетом импульсивности последнего можно лишь представить, какая истерика случится в таком случае. Может даже главнокомандующий российских телеграммных войск поменяться. В целом же все эти события как бы намекают, что продолжение войны обойдется Путину, но очень дорого. И в этом свете мы опять-таки возвращаемся к жалкой браваде пропагандистов. Где там наш любимец из солнечной Армении? Давай уже хвались победами, жалкий. Все решается на передовой. Наши ребята, наши командиры, наши добровольцы, наши контрактники. Вот они решают сейчас судьбы мира где-то там, где-то там. Под Углидаром, под Купинском, под Северском и под Покровским. Да ну не мелочился бы уже. Судьба галактики решается не меньше. Западный мир просто трепещет от армии, которая собиралась взять Донецкую область за два дня. До выхода на административные границы, причем как и Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области, остались считанные дни. Но не может этого сделать три года. Правда, щаски Осаян свежий козырь из рукава достанет. Да-да, друзья. Отдельным пропагандистам так и не пришли свежие методички. И они продолжают публичные сеансы мозгового анонизма касательно участия в войне граждан Северной Кореи. Например, спрашивают про снимки. Корейские войска, понимаешь ли, это что за херня? Это же ответ. Прибавляю, я просто процитирую. Ну, если есть снимки, значит, они что-то отражают. Снимки – вещь серьезная. О чем это говорит? Да наплевать, что у вас там забуча начнется, что вы там будете в Европарламентах или в Госдепиях орать, в Сенате, в Конгрессе, во Французском парламенте. На с***! Оказывается, и украинцы, и западные буржуи дико боятся ниндзя Чебураша Кайна. Последние и башкой кирпичи разбивают, и готовы в одиночку сотню фашистов перебить, короче, ну просто непобедимые войны. Зеленские кричат, что корейские солдаты уже сражаются на фронте, и прибудет еще от 10 до 100 тысяч человек. Это ожидают в Киеве. И если посмотреть на телевидение Северной Кореи, то можно понять страх, с которым в Киеве ждут этих солдат. Могут и головой о стену. И голой спиной на стекло. В армии Северной Кореи и мужчины, и женщины, и сверхчеловеки. Ну все, спасайся, кто может. Нарвались мы с вами, друзья, на очень серьезных противников. И главное жуправы ни на русских, ни на корейцев вообще нет никакой. Сейчас вот Киасаян будет грозно кулачком трясти. У нас есть договор о взаимной помощи. Он ратифицирован, кстати. Скорей, Северной Кореи. А там есть пункт. В случае нападения мы помогаем, и они помогают. Поэтому языки в *** засунули, а мы знаем, что мы делаем. Есть предположение, что после фразы о языках в скрепном месте у Тигранчика случилась непроизвольная эрекция. Он, похоже, действительно не понимает, насколько жалко выглядит подобный трек. Потому как, ну, точно не в их случае, а языках кое-где хорохорится. Иначе придется вспоминать и умноженный на ноль северный поток, и заморозку сотен миллиардов активов. Стала известна и судьба российских замороженных активов на саммите. Активы решили морозить до тех пор, пока Москва не выплатит компенсации Украине. Ну, то есть официально узаконили воровство. Всего у нашей страны было украдено порядка 300 миллиардов долларов. И бомбардировки объектов ядерной триады, на которые Россия не ответила ровным счетом, никак. Это, собственно, наша РЛС Воронеж-ДМ. По сути, ВСУшники под спонсорством Запада ударили по составляющей ядерной триады России. То есть их языки ни один проктолог даже с помощью крана не вытянет. Вот в том числе и поэтому жалкая бравада по телевизору не вызывает никаких эмоций, помимо снисходительной улыбки. В заявлениях Владимира Путина, может быть, первый раз так отчетливо, лично для меня это субъективное мнение, прозвучало нам положить с прибором, что вы там о чем думаете. Мы будем делать так, как мы считаем нужным делать для себя, для России. Причем это же касается не только истории с корейцами. Вы б видели, друзья, каких размеров были сопли, пузырями после саммита БРИКС в Казани. Куда ни включи везде визги, крики. Ура! Мы создали новое ООН! Получается, что БРИКС незаметно для нас даже, даже для нас превратился из экономического блока в политический или даже в военно-политический, что ли? Это прообраз, на мой взгляд, будущей организации объединенных наций. А, вот так даже? Вот так, да. Поэтому все аспекты туда соединяются. И именно это вызывает беспокойство Запада, потому что он видит альтернативу себе. Ну так, если создали, то значит, все, не нужно в Нью-Йорк больше ездить. Теперь пусть в Казани собираются. Зачем им эти якобы бесполезные поездки на разного рода генассамблеи? Ведь кто собрался за одним столом? Это, ну, четыре из пяти ведущих экономик мира. Так. Сейчас все устали от того, что один гегемон устанавливает правила. Вместе удобнее сейчас договориться, как бы ни парадоксально это звучало. Сейчас ООН, к сожалению, в лице некоторых чиновников может заниматься только одним – припарковать в Нью-Йорке твою тачку. Но прикол в том, что подобный трёп мы слышим уже много лет. То у них своё ООН, то этого была типа своя Олимпиада. Смотрите, как они зарезонировали. Потому что они боятся, что Владимир Владимирович Путин станет а-ля Пьером де Кубертеном, который создаёт новую систему соревнований. И это игры будущего, это игры Брикс. Некоторые эксперты уже называют игры Брикс альтернативой Олимпиады в будущем. Почему бы и нет? Будет англосаксонская Олимпиада, загнивающая Европой и Америкой, и Олимпиада нового мира. Но в итоге и Китай, и Бразилия, и остальные члены Брикс аж в припрыжку побежали в бездуховный Париж. А на играх Брикс в это время студенты РУДН выступали. Причём на отдельные виды даже студентов не нашлось. А потому получить медаль в некоторых водных видах спорта можно было лишь дойдя до бассейна. Россия побеждает всех на играх Брикс. Каждый день десятки медалей. В синхронном плавании золото завоевал Александр Мальцев. Он выступал один. Ну то есть соперников не было ни одного. То есть это достаточно яркий пример того, чем отличается телебалабольство от реальности. И с ООН всё будет ровно так же. Просто вся российская пропаганда имеет простую задачу любыми путями взбодрить холопов здесь и сейчас. Грустит Ваня на диване, а ему хоба и целую пачку влажных историй о проигрыше Запада и мощи Брикс. Мы больше не услышим слово «изоляция». Мы больше не услышим слово «международное осуждение». Мы больше не услышим вот эту формулировку, которая меня так раздражала ещё в начале, в феврале 22-го года, которую так полюбила вся наша либерота. Весь мир против России. Мы не против них. Мы теперь без них. Без беса, так сказать. И нам как-то без него лучше. И вот уже щёчки Вани начинают розоветь не только от выпитой боярки. «Выкуси, на-то!» – кричит от души сет-патриотом. Я провела эту неделю большую часть в Казани, разумеется. Сказать, что это было прекрасно, ничего не сказать. А ещё хочется обратиться к нашим так называемым бывшим партнёрам и сказать им «накася, выкуси!» «накася, выкуси!» А ещё Ване радостно от того, что УКРы скоро будут капитуляцию подписывать. И как же ж не подписывать-то, если, оказывается, уже и армия Германии в бой вступила, а её всю вжух и перемололи, крик на немецком языке на всю Курскую область стоял. Солдаты Бундесвера, или как он у вас там называется, дохнут на Курской земле. Спросите Абтиароновича Лаудинова, там немецкая речь зафиксирована. Дохнут и будут дохнуть. Вся немецкая сволочь нацистская. Причём Соловьёв прямо из Курска маневрирует на Берлин. И это мы сейчас не пошутили. Когда в результате этих манёвров очередные натовцы будут там укокошены, а в результате этих манёвров мы сманеврируем куда-нибудь в сторону Пацдам, Берлин, Париж, Страсбург, Барселона, Лиссабон и Атлантика. Там сейчас хорошая погода. Там сейчас хорошая погода. И скажите после этого, что они не напрочь упоротые наркоманы. То есть речь уже не идёт о Манимирке, как раньше тут, без шуток, или к наркологу, или к психиатру надо. А ещё топовым российским пропагандистам хорошо бы подлечить память. Иначе получится неудобно. Как вот в этом случае. На всех парламентских, непарламентских международных встречах ключевым вопросом всегда, может быть, на полях задаётся, когда вы уже всё там доделаете дело. Это всегда один и тот же вопрос. Это был где-то 1488-й раз. С тех пор, как останкинские додики принялись кукарекать о якобы нелегитимности президента Украины. Мол, Зеленскому-то уже в мире никто и руки не подаст. Не то, что Путину. Мы даже увидели, как к нему последнее время его не приглашают уже ни на какие встречи за рубежом. Вот как раз он стал сверхтоксичен для его хозяев. Он стал нерукопожатен. И мы могли бы их тут закошмарить свежими встречами военно-политического руководства Украины с главами топовых европейских государств. Но, как нам кажется, в качестве фаталити будет лучше видного члена БРИКС вспомнить. Визит лидера Индии сегодня на Украину на фоне того, что творит Украина в Курской области. Достаточно странное мероприятие. Наверняка ребятки просто забыли Моди о своих хотелках о нелегитимности сообщить. Ну, или наоборот, не забыли. Дело все в том, что даже союзники России вытирают ноги об российских пропагандистов. Действительно, это проблема, как бы, да, и Моди, на мой взгляд, Моди зря поехал в эту самую, в Киев. Возможно, он вообще поехал по инерции. Может быть, по этому поводу были какие-то договоренности до изменения ситуации, вот я имею в виду, так сказать, Курскую область, да? То есть по телевизору можно рассказывать что угодно. Можно там себя хоть властелинами галактики объявить, но позиция и России в целом, и Кремля в частности, не так тверды, каким хотелось бы. Поэтому нам, друзья, не стоит опускать руки, даже если в какой-то момент кажется, что света в конце тоннеля нет. Именно ради этого эффекта Путин и вкладывает в пропаганду миллиарды. И будет большой ошибкой, если его замысел сработает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова